Позвольте представить Саши Круевич, тренер национальной сборной России, тренер молодежного, да, тренер молодежного проекта Цельского проекта, рекомендации, так что, что называется, прошу любить и жаловать сегодня тема у нас в футболе и более подробно сейчас тренер вам все расскажет. Сейчас тебе. Дам снова, привет. Парал, привет. Спасибо. Парал, привет. Парал, привет. Если будут вопросы и какие-то недопонимания, просьба активно участвовать в процессе. Я пришел здесь кого-то учить и кому-то сейчас на разе свои какие-то истинные наработки. Я реально буду говорить то, что у меня есть, то, что я работаю, то, что работали в этой команде, где я как ассистент. Это некоторые вещи и по сборной, и «Локомотив», и ЦСКА, и так же «Динамо». Поэтому попробуем. Сколько там, дня в два назад, мне сказали, что про этот семинар, поэтому мировало времена готовиться. Потому что реально защита на пикинг-роле – это очень объемная тема, которую можно практическо сделать на 10 занятий. И если, значит, всегда я тоже находился на этих местах, слушая других спикеров, тренеров и всегда приходил на такие занятия с одной простой идеей. Уйти из этого, узнать что-то нового и тоже уйти и понимая, что некоторые вещи никогда не будут делать. Потому что они мне не понравятся, они не соответствуют каким-то моим наработкам. Поэтому и одно хорошо, и другое тоже хорошо. Все, что буду говорить, не говорю, что это реально правда, и что это мое. Я верю в это, и так работаю. Поэтому по-любому будут из вас какие-то вопросы, которые можно сделать и по другому, и более, особенно по тактике, по каким-то деталям. Поэтому, предположим, есть очень много видео и семинаров на тему только хай-пикинг-роле и только свитч и биф. Зачите на и весь полтора часа, и сейчас только разговор про свитч, то есть смену простую там на центральную позицию и на сайт. А здесь мы будем более, может быть, короче, но с некоторыми акцентами, чтобы было, как сказать, представление, как можем построить работу, особенно с молодежью. Значит, тут я сейчас не буду рассказывать какой-то тартик и разговорить то, что работают команды по всему уровню, в лиге, в сборной. Значит, конечно, будет, в принципе, и то же самое. Но начнем, предположим, с простыми движениями, которые технически нас можно подготовить, чтобы мы, когда придем, играть в защиту на пикинг-роле, чтобы мы могли уже понимать основе. И я попробую, я не знаю, сколько у меня получится, но я попробую так по ступеньку разложить это все на несколько частей. И потом на концов усклеить в какой-то 5 на 5, где покажем именно, где игроки находятся в каких-то позициях и как играть. Там будет тоже ситуация, как мы разбьем то все по кускам, а на концов, реально попробую, если успею, делать несколько защиток, где не встречается каждый день. Но они существуют, и очень много таких, как сюрпризы, сюрпризы, на один-два раза могут сделать какой-то соперника. Что касается самой защиты, я коротко, чуть-чуть, как кратично, чуть-чуть расхожу на какие-то идеи, чтобы особенно маленьким коллегам, чтобы они могли тоже чисто показать сразу одно, но хорошая защита в смысле не только Пикерову, но вообще хорошая защита, она не считается, так, перехватили мяч, любую ситуацию каждый раз на перехват, и мы перехватили мяч, и это будет хорошая защита. Хорошая защита, по моему какому-то мнению, это когда мы постоянно атакуем нападения, начинаем их прессинговать, для меня, чтобы у них не было, как сказать, возможности, и понять свои тропические задумки очень спокойно. Можем их заставить, еще лучше будет, если мы в нашей подготовке можем предвидеть, то есть можем заставить тех игроков, которых мы хотим, чтобы они атаковали. Конечно, это будет тяжело, потому что там тренер тоже готовит и свои взаимодействия, и свою работу под своих лидеров, чтобы они заканчивали эти этапы. А наша задача сделать наоборот, чтобы мы могли в какой-то момент заставить других людей атаковать из тех ситуаций, в которые они играют. И это тоже нужна подготовка к этому чуть-чуть позже. Там реально я слышал одну историю по тренеру МБА, Пэт Райли, он очень хороший тренер, Майами как тренировал, и много там успехов, но как игрок в 70-х годах, когда он играл, он не был такого уровня, значит, средний игрок для МБА. В его команде играл Джерри Вест, тогда лучший игрок мира, значит, лучший игрок МБА. Три секунды до конца тайм-аут, тренер рисует комбинацию, конечно, мяч должен получить Джерри Вест, потому что он легенда и самый лучший снайпер. Получается, там его тропанули, да, а ты, мяч зашел, ну, пооткравили, его бросил и промазывает его сосуд. После этого тренер спрашивает, почему ты бросал такую ситуацию? Он говорит, ну, был один, свободный. А тренер, там, может быть, некорректно, он сказал, если ты был хороший, ты меня на это место свободный. Поэтому, возвращаясь на эту тему, то, что, говорю, мы должны заставить соперника работать так, как мы хотели. В каждой подготовке к игр, что касается защиты, обязательно в любом, так скажем, дескаунте к игре подготовки есть три вещи, на которые нужно обратить внимание. Конечно, есть много, но я говорю, ключевые вещи. Это как будем защищать лоу-пост, как будем защищать центральный пикеров и как будем защищать пикеров на стране. Значит, и тут сразу видно, что реально на данный момент это пикеров заступит, как и игрок, как играл очень много, и его надо очень внимательно готовить за руку в подготовке. Как и в защите личной, я играю в 1-1. Очень важная игра на мяче, агрессивная работа рук, работа ног, чтобы вы заставили эту защиту, и она начинает именно на мяче. Вообще, то же самое, наша задача подготовить игроков, если мы хотим качественную защиту на пикерове, на пикерове мы должны ее начинать именно с игрока на мяче. Если пикеров можем играть, это самая такая, все это знают, но ничего нет, тут большой вставок за слот маленького, и это самый заступленный вид. Но сейчас, в последних годах, очень много игр и тренеров готовятся ставить пикеров маленький-маленький. Третья номер первого, если меняются, сразу идут и ищут такой мисс-матч, где преимущество большого, третья номер над первым. Есть варианты, где гарт, то есть задний ставит за слот большому, и это не редкость, где есть четвертый или пятый номер, который хорошо владеет мячом, и который может скрыть, как, опять так, сюрприз, порой, правильно, сюрприз, где могут с одним таким заслонным решить, издобить два четыреха, как и тоже. И, конечно, там еще нужно обратить внимание, что консенсор защитник, я обычно тоже делаю такой термин, да, кроме работы игры на мяче, очень важный игрок и последний защитник, который на слабую сторону помогает. В таких случаях можем спокойно сказать, что это мейтмейтинг защитник, то есть игрок, который все видит и который руководит защитник. Нет фразы, что разговор дает реально 30% эффективную защиту, и на тренировках, скажем, и сейчас национальной сборной очень много обделили внимания на разговор, потому что это игроки считают, что неважно, когда начинается, друг другу помогают и могут улучшить качество защиты. Вся защита тоже набитая ровно, значит, она имеет качественнее, будет она фундамент, это шерф-дефенс, шерф-защита, это карта по-русски ракушкарон, где перемещаются игроки на 4 этапы, 4 на 4, все передвигаются к мячу, мяч, мяч и прыгать. Значит, сейчас в, особенно в таких ситуациях, на уровне Эвролигии, на уровне сборной, но это важно и для молодых игроков, недостаточно больше двигаться после движения мяча слайдно, то есть передвижением защитной стойки, чтобы я пришел в слабую сторону. Сейчас практически это, ты всегда опаздываешься, что все это делят. Значит, нужно прыгнуть к мячу, ускориться 2-3 шага и занять позицию. Значит, в момент получения мяча, игрок должен быть в позиции. С момента возвращения на колл-завод, в момент получения мяча, защитник должен быть уже в баскетбольной стойке, готов для атаки. Я здесь пару предложений тоже написал, что кроме давления на мячей, уже защита на... Я, может, и буду повторяться, готовлю в другом, но я расскажу и сейчас. Значит, Питерон, как название, оно всем понятно, что означает, и все мы это знаем. У меня был случай, вот когда приходят новые вариканцы команды, и даже с голом бою было сборное, давай играй пик и рок, он смотрит и не понимает в первый раз, что это значит. Это реально, я думаю, что там уже... А он будет боб, скрин, боб, скрин, скрин, заслон на мяче. Получается, ты можешь сделать пик, значит, как скрин и рок, и на игру без мяча. Поэтому, может быть, в принципе, я не знаю, там, проверение, говоришь, что это заслон на мяче, и тогда, типа, понятно, что это будет пик и рок, то есть, как сказать, то же самое двоечка. Уже не можем сказать, что это чисто двоечка, потому что на данный момент, если не участвуют пять игроков в защите, не дает большое преимущество нападения. Значит, защита на пик и рок уже сразу сконцентрироваться, что это защита пять игроков на одного игрока с мячом, можно сказать. Все защиты имеют хорошие и плохие стороны, и тут, значит, все другие защиты. Поэтому все равно это нужно отходить от своих качеств игроков, которые есть, и делать к этому, уделять больше внимания, и после этого можем определить, какая защита у нас самая выгодная для наших игроков. И положение на то, что на игре с мячом есть и большой игрок, значит, мы будем сегодня это уделять внимание, это чувствует, и это большая проблема, вы можете смотреть и анализировать, и посмотрите команды, которые играют очень агрессивно, и в контакте у них больше и получается защита на пик и рок. Значит, бывает случаем, когда вообще игрок, который ставит заслон, идет, бежит, а большой, никакого сопротивления, никакого контакта, значит, он позволяет ему идти по линии, где он хочет, и ставит заслон, под каким углом хочет, и получается, это то, что нельзя позволить. Преимущество 2 на 1 очень в ранной атаке, значит, в очень ранном моменте начала пик и рок уже есть огромное преимущество, а это и цель, цель для этого, сделать преимущество 2 на 1. С этим еще одно предложение, с этим закончу, что касается этого. Много раз говорили на эту тему, и вы это знаете, если хотим поменять ритм игры, где-то ускорить или замедлить, все знают, что если мы хотим ускорить игру, мы это делаем через защиту, а если хотим заметить игру, и нам выиграть, чтобы играть, билов, в каком-то медленном ритме, мы это делаем через нападение, дни на нападение, какие-то замедленные комбинации, значит, даем том этой игры, и тоже запомните, что все это можем делать и через пикеров, значит, если нам нужно, предположим, ускорить игру, значит, мы хотим, чтобы игра была быстрее, мы пользуемся обессимными видами защиты, жесткий заставок, тракуем, если хотим чуть-чуть сбавить темп игры, замедлить их на нападение, мы будем делать такое направление на лице, как зовут уже все термины, и вам, наверное, известно, поэтому я буду и говорить больше по-русски как получается. Я говорю, что этот шаг будет первая, основная учеба игроков на мяче, как будет проходить заслон в каких-то случаях, и игроков без мяча тоже, которые будут или заступать, или взять какую-то плоскую защиту. Я нужен, давайте, два гада, как положим, два игрока, один. Да, не важно. здесь стулов есть много, но они такие жесткие, предприятие чисто объясню в упражнении, и потом мы можем его представить, как это будет происходить, потому что задача игрока, который будет играть на игроке с фичем, ставить защитную стойку хорошую, значит, баскетбольная стойка, и сейчас будем показывать, как будет проходить именно работа руки, работа ног на игроке, который ставит заслон, предположим. Значит, там, предположим, да, пожалуйста, действую. Значит, это, предположим, заслон, я пока отдыхаю. Значит, мы играем в защитную стойку, стоим, основная наша задача, как, тут опять, сейчас поймите меня правильно, будем говорить о самом фундаменте, не будем потом направлять туда-туда, потому что есть разные виды, и на сайт, и на хайпик и ролл можем играть и так, и так. Я буду рассказывать одну варианту, и потом только напомним, что есть и такая варианта, вы выберете то, что вам нужно, или уже есть у вас набор, который есть. Значит, основная задача этого игрока, как и обычно, держать на уровне, на уровне голова мяч, кольцо, не поворачиваться в момент, когда там идет заслон, это очень важный момент, потому что если в момент он поворачивается, этот игрок с мячом может скрыть его, или наоборот туда. Все это решаемо коммуникацией, значит, игрок, который играет защиту на игрока, который ставит заслон, он должен громко говорить, и мы с этого начнем упражнение, что должен, ты встань внизу, предположим, и говоришь, заслон справа, значит, я не буду сейчас обозначать, там очень много, кто-то называет это blue, red, white, ice, мы будем просто говорить о этой вещах, не будем обозначать, значит, заслон слева, заслон слева, заслон слева, три раза, предположим, говоришь, и это реально помогает, значит, если нету коммуникации, это каждый тренер дает свои какие-то, свою терминологию, как это будет, я держу дистанцию, играю лицом, моя основная задача не провалить сторону от заслона, когда будем говорить о нападении, мы будем акцентировать эти вещи, сейчас сосредоточимся только на защиту, в момент, значит, это, предположим, стоит заслон, значит, моя задача, если я стою далеко, игрок, дай мячик, пожалуйста, возьми, если я стою далеко, и это самая большая проблема, что мы не давим на мяче, и после этого, получается, не имеем хорошую защиту на это, значит, я держу дистанцию, и играю достаточно близко, значит, дистанция, чтобы не проиграть, в момент, когда приходит заслон, я вижу, значит, третий сигнал, предположим, это заслон, когда приходит игрок, заслон, ты видишь, заслон, уже третий раз я слышу заслон, значит, он где-то уже близко здесь, если я стою назад, ставить заслон, уже здесь я застрял, все, у меня нет никакой шансы, значит, если я чуть-чуть ближе, находимся, и он приходит, и сейчас, в последний момент, значит, опять говорю, не говорю, что это так и никак, мне дает результат, мы это делали все команды, которые были профессиональны, еще с времен Динам, когда играли тогда самые перспективные русские игроки, здесь и тренер есть, который воспитал многих, которые вышли на высоком уровне, значит, задача этого игрока, не дать лицевую, значит, первым шагом идти к нему, значит, дистанция в контакт, и в этот момент, значит, у меня всегда есть шансы, с этим локтом, прийти ближе, принять на груди, или держать эту дистанцию, значит, когда он поставит заслон здесь, я сейчас подниму, поджимаюсь, его следующее движение будет фаул, поэтому задача, хоп, и пробивать этой ногой, давайте, вы пробуйте пару раз, значит, неважно тут, ты идешь, заслон, без мяча, пробуем, без мяча, сзади, сзади, ничего, да, контакт, пам-бам-бам-бам, давай, пробуйте пару раз, значит, контакт, правой ногой, ближней ногой, и провалим руки, ты играешь, уже руки, ты делаешь, давай, хоп, поджимай, и то, браво, и сразу эта рука работает, уже, если дальше двигаемся, пробуйте еще раз, значит, ближе на ногу, атакуем у игрока, когда начнут они играть один-один, это будет более видно ситуации, что можно сказать здесь еще, мы будем, следующее упражнение будет для высоких игроков, которые будут, которые будут заступать, предположим, или возвращаться, как можем организовать это в зале, делаем защитную баскетбольную стойку, по залу разбросали стулья, я двигаюсь, двигаюсь, хоп, хоп, прошел сюда, продолжаю дальше, там пошел другой стул, я сейчас вижу, что здесь стоит стул, сразу контакт, и пробиваю туда еще 2-3 шага, сейчас нету возможности, это упражнение сделать, но это уже для подростков, которые мы готовим к пикинг-ролу, там, здесь нету ограничения, в некоторых странах, уже там до 14-15 пикинг-рол запрещено, а можно только играть за слон от мяча, здесь нету ограничения, и тут мы можем сразу спорить с тем, кто пишет эти правила, и у меня, когда я работал в детскую школу, играют пикинг-рол, а мне не позволяют играть дабл-тим, дабл-тим нельзя, а пикинг-рол можно, значит, это то же самое, пикинг-рол можно просто перевести, как уличную драку, предположим, идут два друга, тебя начинают двое бить, а мне нельзя тебя защищать там вдвоем, то же самое, значит, один, который крупный бьет, а нас двое нельзя, мы можем убить друг друга только один и один, но два нельзя, поэтому тут надо думать, значит, мой выбор защиты, предположим, трап, дабл-тим, но его, типа, не разрешаю, поэтому к этому можно делать, давайте большие, значит, очень важно, работа ног, значит, и постановка, постановка заслона мы будем делать ближе к второй теме, когда делим, заступ, значит, идем на защитника, даем немножко контакт, ему нельзя поставить заслон, и в последний момент, когда мы выходим из этого, он ставит заслон, наш игрок должен прийти в эту ситуацию, сейчас я покажу, значит, ты ставишь заслон, моя задача, значит, там, мы не будем сейчас варианты, потом, когда будем в нападении, будем обсуждать это, значит, один шаг с дистанцией руки, где можем чувствовать это игрока, это называется короткий заступ, и два шага, значит, уже более агрессивный, значит, мы должны остановить по максимуму игрока с мячом, это два шага, бам-бам, значит, два шага остановить проход от этого игрока, самая большая проблема, даже у игроков высокого уровня, это угол, как вы вискакиваем, получается, что нам нужен реально угол такой, что мы параллельно, то есть на линию этого заслона, не позволяем ни один шаг практически атаковать нас в эту сторону, позволяем ему только движение к центральной линии или пассивный шаг назад, у большинства случаев это реально проблема, и мы боремся там, когда видео показываем каждый день, что игроки вискакивают по таким углам здесь, и сразу дает заслужение, значит, после этого игрок с мячом уже сделал шаг внутри, ты не остановил, это опаздывает, и уже передачи мы можем отдавать на более, легких, как сказать, без давления, здесь, сейчас, что я делал, даже тогда с мастерами, Жуканенко, помню, или там кто-то, Динамо еще, что мы делали коридор, буквально коридор с фишками, где игрок приходит, делает заступ в этом коридоре, чтобы вообще бил, и потом возвращается в этом коридоре с поднятыми руками, и это проходило не один раз, это проходило на утренней тренировке, чтобы мы реально заставили игроков ни одного пассивного шага в сторону, и разрешать этот дриблинг, пробовать, например, пробовать в этом коридоре, значит, бежи отсюда, заслон, и в коридор, вих, мы можем тут атаковать и немножко мяч, и это уже, это нельзя претвориться, то, что мы хотим забрать мяч, но вы в наше движение один, один, как пугаемый рукой на мяче, играй чуть-чуть, играй на защиту, значит, я заступаю, груди поставляю здесь, коротко, как змея, хоп, и быстро убираю, достаточно будет, что один раз, так, дотронулись, и в следующий раз он будет немножко пассивнее этот дриблинг делать, этот игрок уже успевает, и воспоставляет контроль, хорошо, начнем с следующим, один, один плюс один, один большой должен только, значит, первый вариант это из места, значит, делим это на две части, одна часть, когда у нас есть дриблинг, и когда пользуемся дриблингом, ты идешь назад, всегда нужно сместить игрока от заслона, значит, мы можем таким образом, если прямой шаг сюда, можем сделать, если это шаг, я все равно отсюда, потом вернусь сюда, но нам нужно сместить этого защитника, даже в это положение, он, не двигайся, один на один он проигрывает, поэтому твоя основная задача, ты должен стоять так, не поворачивать голову лево-право, и когда придет заслон, ты должен сделать движение, то, что мы работали, дай секунду, я сделаю потом, значит, суть упражнения, борьба здесь в защите, нападающему нельзя, ты только ставишь заслон и все, он может бросить только до, зайти до штрафную линию, моя задача, на максимально, сколько я могу, затруднить его, его легкий бросок, он может только бросать, никаких финтов нету, поэтому сейчас идет, мы не сможем разделить четко защиту от нападения, поэтому где-то будем пересекаться и повторяться в два занятия, но чисто, значит, я стою, дистанция работает, ты смещай, ты не сместишь, значит, ты обязательный, чтобы я здесь пошел, значит, если хочешь меня обмануть, ты должен мяч подвинуть сюда, потому что ты, а, то, и я в этот момент, или прямой шаг, в этот момент приходит заслон, сейчас я делаю это движение, и здесь оп-оп-оп, успеваю на бросок, значит, пробиваем, ближняя нога, пробиваем, не стоим из баскетбольной стойки, идем и рукой делаем, давайте еще два пара, там, гардов, чуть-чуть дальше, потому что тут лимонежка линия, наверное, близко, давай, ты стоишь здесь, вы туда, стоишь и вы делаете, можно, давай, отсюда, отсюда, предположим, отсюда, бежишь на спринт, следующий большой, приходи сюда, заслон слева, заслон, заслон, все, 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 ничего, давай, следующий, давай, следующий, сделайте, сделайте вашу группу, меняйте, следующий, говори, заслон, 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 подожди, осторожно, ничего страшного, не дотронулись, до этого, до постановки, не будем сейчас обращать внимания, но поставь заслон и держи, значит, когда начнем нападение, мы будем этим заниматься, давай, пробуй еще, еще на месте здесь, хоп, хоп, чтобы ты, посмотри, реагируй, и потом, наводимся на заслон, значит, чем лучше нападающий будет наводиться на заслон, это будет проще туда, пространство, ты должен держать заслон, пока он не проходит здесь мимо, мы можем сейчас тоже сказать, но это тема реально первая, значит, нам нужно навести на заслон сюда, ставь заслон ниже седни, руки, между, руки поставь внизу так, пошире, это должно быть, это движение, хоп, хоп, и держать в это положение, чтобы здесь, пошли, давай, пробуйте, не надо на максимум, пробуйте показать только, давай, стоп, какое замечание, ты пошел левой ногой, давайте, меняйтесь, меняйтесь, значит, если ты, идем, бери меч, берите еще один меч, давай, без дриблинга, стань в стойку, ты не стоишь, стань в стойку, защита, ты играешь один-один, и тебя приходит заслон, 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 стоп, Ваня, можешь, ты помнишь, что говорили, значит, ты идешь, хочешь показать, пробить заслон, значит, чем ты идешь прямо в заслон, это умно надо играть, надо избежать, потому что там будет кто-то 2, 2, 15 и 120 килограмма, разнесет тебя, поэтому нужно сразу, хоп, и быстро пробивать этой ногой, значит, ближе нога, в том идет другая, давай, держите, держитесь заслон, хорошо, давайте 2 больших, значит, тоже можем сделать именно здесь, из дриблинга то же самое, значит, нужно отвести игрока в одну сторону и поведем в другую сторону, здесь центральный, возьми мяч, играй защиту, вас 2, чуть-чуть сбоку, как хорс, рога, чуть-чуть выше поставьтесь, здесь, ты там, нападение, встань здесь, ты туда, и твоя задача сместить игрока, чуть-чуть ближе, это далеко, там 60 градусов, на это, значит, тоже самый принцип, здесь мы можем, если тактика там уже работает, мы можем направить только на 4, можем только на 5, здесь твоя задача, держать игрока, и в момент, когда он идет туда, в защитную стойку, ты попробовал правильно, я хочу, ты попробовал здесь это, но твоя нога осталась здесь, и ты следующий шаг никуда не сможешь дальше двигаться, поэтому, поэтому пробуем сконцентрироваться, хоп, и рукой работаешь, затрудняешь передачу, это часто очень важное для будущего, если мы рукой работаем, мы можем перехватить мяч какой-то, или затруднить передачу, чтобы не было быстро передача на слабую сторону, мы можем этим движением рукой что-то поймать, давай дальше, давай следующий, давай следующий, браво, браво, хорошо, вернемся на исходное положение, здесь на средину, можно и там, но здесь, давайте сюда, то же самое, пройдем через почти все варианты, самые основные, которые можно случиться, играешь защиту здесь, ты бежишь туда, уводишь игрока от заслона, давай, значит, всегда туда, смещаю, перевод на другую сторону, чуть-чуть спокойнее, давай ниже сеть, в этот момент приходит заслон, нет, это глубоко там, куда на лицевую пошел, здесь 45, 60 градусов, 45, один финн здесь, возвращаешь, и атакуем его, атакуем его, каким образом, да, значит, сейчас будет снизу, снизу проходим, первый заслон, а второй идем следом, значит, соответственно, твоя задача будет здесь, значит, я иду на агрессивную, агрессивную, двигаюсь, двигаюсь, и в последний момент прохожу, значит, нету этого, и это самая большая беда и проблема, когда мы отпускаем у этого игрока, да, играй, играй, и отсюда, оп, и я бегу отсюда, сюда, значит, нам нужно давление на мяче, давление на мяче, и в последний момент, да, еще раз, еще раз, на ногах, на ногах, на ногах, оп, и в последний момент здесь, я сказал, подожди, значит, следующая задача, после этого, как, как, пошли понизу, твоя задача, сразу повернуться, и поймать меня здесь обратно. Значит, мы поставили заслон, ты пошел понизу. Моя задача сразу развернуться, поймать тебя. Твоя задача то же самое. Пойти, навести на заслон и пойти сверху, поверку, как сказать. Давай. Готовься. Ближе. Хоп, сразу. И пробивай. Нет, второго раза нет. Значит, второй раз идешь следом. В таких ситуациях один раз достаточно пойти понизу, разбить спейсинг, какое-то нападение, пространство и пойти. Давайте. Неплохо, неплохо, неплохо. Значит, ты вальяжно играешь и так и будешь играть. На прямые ножки. Значит, ты сейчас должен использовать в эту ситуацию преимущество, то, что тебя ставит заслон. Давай, вы пробуйте еще раз. Сделай, сделайте потом они. Понизу, послушай, значит, сейчас концентр, внимание, что будет дальше 5 на 5. Значит, сейчас идешь первый понизу. Значит, идея, я думаю, давайте вы попробуйте. Идея, значит, понять, что мы хотим играть агрессивно-агрессивно и в последний момент пойти понизу. Давай. Уведи. Низу. Второй. Пробивай, пробивай. Не застревай, ты без фаула. Твои руки здесь, либо здесь и все. Давай еще раз. Пробивай. Работа ног, работа ног. Значит, здесь немножко скользко, ничего страшного. Будете внимательнее. Но реально тут нам нужно чуть-чуть выше подниметесь. Нам нужно больше улучшить эту работу ног. Сейчас добавим следующее, например, защиту. Идешь следом. Идешь следом. Ставим заслон. Идешь следом. Оп. И если я сделал преимущество сейчас. Я хочу здесь. Здесь пойти сплит. Уйти в эту сторону сюда. А ты идешь в эту сторону, предположим, туда. Ты тоже идешь следом. Догоняешь. Но сейчас, если ты пойдешь в эту линию за мной, всегда опаздываешь. Значит, нужно идти и сразу восстанавливать позицию перед этим. Давай пробуйте. Значит, следом. Следом. Это далеко. Ты используешь заслон. И сразу после этого перевод здесь. Значит, защитник, предположим, стоит сюда. Или заступает. Там, или важно. И ты здесь сразу видишь, что он идет следом. Не застрял в заслоне. Есть пространство внутри. Сразу идешь туда, как змея. Как сказать. Сразу. Ты не понимаешь, о чем говорю? Или понимаете? Ну, иди сюда. Ты держишь заслон. Твоя задача. Медленно. Твоя задача. Значит, я дернусь сюда. Пошел сюда. И посмотри. Оп. А ты ширишь туда. Значит, до момента, когда я прихожу, ты стой. Очень важно смотреть через плечо. Значит, поэтому я ставлю заслон. Смотрю через плечо. Что творит? Он сюда. Вижу, что я туда. Я сразу иду, как в букву В в другую сторону. Это будем больше обратить внимание на это. Да. Успевай. Хорошо. Хорошо. И последний вариант, что касается гардов за этот час, это когда направляем вниз. Значит, все это идет до какое-то, скажем, обучение до момента, когда мы еще не начнем играть заслоны. Значит, мы должны подготовить. Особенно говорю про, поэтому я сконцентрировался немножко, не говорить просто о какой-то тактике, но еще и какие-то здесь вещи. Значит, это подготовка именно молодых игроков, чтобы они потом, когда все эти куски будут внутри этой комбинации, они могли это все вспоминать и работать качественно. Значит, здесь варианта именно здесь на 45, стоишь лицом, ты вниз, лицом, как кольцо, ты стоишь в стойку. И в последний момент, когда, предположим, название 5, не важно как, мы получаем этот сигнал от большого. Встань в стойку. Я стою здесь, играю в защиту, не даю, не открываю лицевую линию, не открываю средину, значит, держу эту дистанцию. И сейчас идет заслон, и он говорит заслон, заслон слева или там. И в последний момент, перед, когда третий будет кол, третий раз скажет заслон, моя задача отпрыгнуть здесь и поставиться буквально на 90 градусов с боковой линии, значит, параллельно с боковой линией и не дать ему поставить заслон. Если ты ставишь сейчас заслон, ты хочешь пойти туда, мне не мешает, это я уже работаю в свою защитную стойку, которую мы и работаем. Если это дриблинг в средину, внутри, там у нас будет игрок, значит, это уже говорим про такую защиту, где большой будет стоять здесь и не позволять это время. Если коим случаем, эта деталь тоже важна, если коим случаем здесь он поставил заслон, и я проиграл это, значит, сейчас на это движение мне нечего, по моему пониманию. Если я пойду он туда, я туда, уже это опаздывание большое. Если я проиграю в этой позиции, когда я поставил такую защиту, стойку и давлю, и он пошел туда, я только делаю это. И стою здесь, значит, делаю спин, такой спин-мув, который мне позволит реально быстро попробовать восстановить позицию. Давай, пробуйте, значит, пробуйте, не, ты иди снизу. Я ничего не слышу, давай научимся говорить, попробуй. Ты говоришь заслон, заслон, заслон. Заслон, заслон. Подожди. Не реагируй на его финту, тут будет помощь, не надо скрывать. Мы сейчас тренируем только его движение. Ты стоишь параллельно, посмотри, спина твоя какая, к кольцу. Ты стоишь, и в момент, как проходит заслон, 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 ты должен прыгнуть так. Значит, буду, акцентирую это то, что ты закрываешь средину. Давай. Хоп. Вставайте, вставайте. Пробуй. Пробуй. Но обмег и сказали, если проиграешь эту позицию, сразу сделай. Давай вторую варианту. Давайте вы сейчас. Можно, можно. Давайте два на два. Еще большой. Станете большие под кольцом. У вас два здесь на центральную линию. Начнем сейчас именно в таких парах. Еще одна пара, большие и маленькие, чтобы попробовали несколько раз. Ваша, твоя группа в защите. Ты играешь в защите. Поэтому иди, дайте одного, кто имеет белую майку. Десять. Потом поменяйтесь. Играем на мяче. Значит. Тут обсудили работу на мяче. Дистанция. Давим на мяч. Если из центра это будет еще мы на ногах. Сейчас идет задача этому человеку. Поставить заслон. И большинство случаев это так выглядит. Я даю возможность ему поставить заслон. И потом реагирую на это действие. Давайте пробуем вот так. Значит. Поставить контакт. То есть. Давайте ставить заслон. Я играю в защиту. Значит там. Этот игрок должен чуть-чуть сбить движение. Посмотрите. Сейчас он идет и подпрыгивает. И идет в такой угол. Ты уже периферично не поворачиваешь голову. Значит. Твоя задача стоять. Играть один на один. До момента. Когда там не услышишь третий раз. Значит. Я делаю один бамп. Ай. Снизу. Значит. Сколько дистанции. Если это далеко. Я говорю три. Три раза. Заслон. 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 Слева. Предположим. Ты слышишь эту историю. И я не хочу ему давать возможности. Выбирает. Он хочет туда или туда. Значит. Я один говорю. Заслон. А бамп. Заслон. Бамп. И уже иду с ним. И то, что сказали. Значит. У нас первый вариант будет короткий. Значит. Пробуйте. Чтобы не уходили сбоку. Твоя задача на это. Вернуться назад. Ты падаешь туда. И все. Не будем играть один на один. Пока. Давай. Значит. Акцент. На то, что ты стоишь в стойке. То, что ты плечом ближним здесь. И груди. Один раз руки не толкаешь. Не показываешь. Толчок. Делаешь бамп. Бамп. Избиваешь его. Чтобы он не пришел в идеальную линию. Самую короткую. Самую быструю. И здесь такой поставить заслон. Который он не видит. Значит. Нужно пойти, чтобы первым украли одну доль секунды того, что он отсюда пойдет и ставит это заслон. Когда будем говорить про нападение, дотронемся дальше там до этого. Давай. Подготовьтесь. Давайте еще одна пара больших. Давай, давай. Давайте там. Меняйтесь по два раза. Защита нападения. Потом следующее. Давай, давай. Давай, давай. Чуть-чуть. Чисто обозначу. Оп, оп, оп. Стоп, стоп, стоп. Давай остановимся. Значит, вы то, что говорили. Ты помнишь свою ошибку сейчас? На этом задании. Значит, ты успел, ты держишь туда. Твоя задача вообще никакого заслона не было, ты побежал туда. Твоя задача идти здесь. Значит, здесь агрессивно. Один шаг. Ты пробиваешь. И все. Я возвращаюсь подняками руками назад. Ты после этого заслона, как ставишь заслон? Спринт назад. Ролл делает, кто ставит заслон. А игрок, который играет в защиту, заступает. И быстро по линии передачи возвращается поднятыми руками. Не поворачивается, ничего. Просто смотрит и возвращается до середины трехсекундной зоны. Давай. Заслон, заслон, заслон. Оп. Ролл. Кто поставил заслон быстрее. Давай следующий. Давай, давай. Здесь, здесь. Предположим, с этой стороны туда. Давай. Это короткий. Значит, идея этой, скажем, защиты. Если мы, а реально первое упражнение, которое работает, когда это будет и нападение, и защита тренируется одновременно. Один на двоих. То есть, один на один плюс один. Если мы научим у наших игроков, это реально дает результат, когда он может и верит, что он может пробить заслон. Значит, первое упражнение, то, что работали. Наводим на заслон и идем сюда. Если мы успеем защищаться один против двоих, и он бросает здесь со штрафной линии каким-то тяжелым броском, поверите, когда будет играть защиту. Когда будет другой, и только появится здесь, а он уже справился, я вообще без какой-то длинной помощи мы можем защищать пик-н-ролл. Если нападение плохо наводится и не натренировано, никакой ротации, никаких других проблем, и у вас не будет проблем, какие-то движения большие. Справляемся пока 2 на 2, потому что нападение не играет это на этом уровне. Значит, еще раз вы сделаете короткий заступ, и ты пробиваешь поверху. Давай. Браво. Короткий. И быстро назад. Хорошо, давайте ваша группа. Значит, сейчас идем к второму варианту заступа. Два шага. Значит, это можем играть, когда игрок не очень дриблер, который не проходит, и мы его останавливаем, он справляется. Ну, там есть люди, которые под правую руку, под левую, неважно, начинают используя и прет туда. Предположим, нам нужно сейчас агрессивнее остановить его. И здесь будет вариант то же самое. На ногах, бамп, заслон, заслон. Играй. Значит, я... Иди ставить заслон здесь, пожалуйста. Значит, сейчас я... Можно на хай здесь, чтобы вам было удобно линию, чтобы видели, как правильно заступать. Если идешь в эту линию как кольцо, это хороший заступ. Значит, ты ставишь заслон, я заступаю, раз, два шага, два шага, ты идешь, пробиваешь заслон, но идешь под меня, как третий игрок. Ты видишь, что там заступают, возвращаешься назад и идешь в тросекундную зону туда. Не будем сейчас вообще акцентировать на падение, потому что там будут именно на это варианты, когда начинают. Значит, вторая варианта. Это длинный заступ, два-три шага, игрок пробивает заслон, идет по низу своего. Значит, тут есть вероятность, что иногда, если он медленно застревает, что можем сделать, так сказать, контакт мы сами между собой, но это маленький риск. Но у нас получается, что мы остановили дриблера, ты идешь, пробиваешь и быстро под его, и останавливаешь дальше действую, и формируешь опять защиту один на один. Давай. Заслон, 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 заслон. Давай еще раз. Ставим, не спешите, давай так, на 50%, пускай сейчас защита успевает, давай. Стоп, стоп, ты не сделал два шага, ты не надо бояться за его. Ты сейчас заступаешь два, это твоя защита, ты идешь туда и ты ответственен за это. Тебя будут помогать другие, по ротациям больше потом будем оговорить, когда петь человека поставим. Значит, сейчас идея, чтобы ты расслабился, ты ставишь заслон, два шага минимум сделал по прямой, не даешь ему сразу проход, он идет по низу, как туда, то, что говорили. Оп, и встречает его сюда, значит, ты идешь в контакт, пробиваешь и после своего. Давай, пешком пройдем. Заступ, еще, 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 оп. Идешь, пока он не пройдет, и ты возвращаешь, значит, ты останавливаешь его до момента, когда это игрок. Значит, ты идешь в контакт, и то, что работал Иандер, если здесь мы, как сказать, не совершенствуем вот это на один на один, Иандер, и здесь будет проблема, будет везде. Поэтому ты идешь по низу, я заступаю, ты быстро здесь, я быстро назад. Давай, пробуйте один раз. Браво, неплохо, неплохо, неплохо. Давайте ваше группу. Широко, широко, быстрее по низу надо пройти, давай еще раз. Останавливай, если не сможешь, заступ, все, и один на один здесь будет помочь. Неплохо. Давайте сейчас попробуем, значит, следующую варианту, плоскую защиту. Значит, мы можем ее определить чуть-чуть выше к мечу или до уровня штрафной линии. Дип флейт или хай флейт, уже как вам удобно название это. Все то же самое. Ты вам пусть, значит, давай мы сегодня сконцентрируемся на том, что ни одного раза игрок не пойдет по прямой линии поставить. Когда будет нападение, мы будем бороться с этим на другой, как сказать, подскажем, что нужно сделать. Значит, сейчас мы тренируем защиту. Значит, в этой ситуации ты держишь своего игрока, мы хотим заслон, 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 бампулы здесь до штрафной линии. И сейчас наша задача, значит, очень большая ошибка заставить, то есть небольшая ошибка, проблема, заставить наших больших сесть немножко в стойку. Если будет игрок защитной стойки и делает это движение, значит, ты пробиваешь как первую варианту. Значит, ближняя нога, вторая и восстанавливаешь позицию. Очень много. Ставь заслон. Медленно, ничего не двигайся. Значит, я стою здесь, предположим, я хочу быть на уровне этого мяча. Это немножко как хай флет, повисок. Но я не хочу, чтобы этот игрок уходил в сторону. Значит, на его удар в сторону я иду шаг назад. А за это время, если ты не справишься, это уже проблема игрока, который на мяче. Значит, он должен не сдаваться. Мы сейчас все спрашивают, Польша, проиграли Польша туда-туда. И сейчас неважно, игрок кто, ставить заслон. Мне, мне. Мне ставить заслон, а ты игрок в нападении. Давай, давай. Наш гард. Если вам будет интересно, посмотрите. Тут пришел и он. Ставить заслон и двигайся. В плоско играем или там, значит, надо поставить заслон. Ти, он пошел и он. Мане, двигайся. Встань на место. Значит, это три секунды идет. Три секунды он стоит и судья здесь ему показывает, что фоул. Он пошел туда. Он как-то пошел на это движение. Вернулся экстра пас туда треха и все. И почему проиграли? Потому что они выполнили простые вещи. Но это простой болельщик не видит, что он занимался флопингом и не хотел справиться за долю секунды. Он может проиграть, но проиграть две секунды нереально. Значит, не было желания выйти из этого заслона и это нас, может быть, стоило не попадание туда. Одного из этих мелочей, не важно. Значит, нам нужно уделить внимание на это. Я пришел, сразу рука защита. Этой рукой я приферически вижу этого человека. И все. Он старался, я ему помог, показал тело, что я здесь. И быстро со своим возвращаюсь назад, контролирую этого и занимаюсь своим. Здесь будем потом опять, когда будет 5 на 5, кто помогает, сколько помогает. Все это зависит от защиты их двое. Каким способом мы выбрали? Давай, пробуйте по разу. Давай, давай, следующее, следующее. Меняйте се. Ничего, ничего. Скользко, не спешите. Не надо там, чтобы травму. Значит, ты обозначи, наведи на заслон, свою работу выполняешь. Фин туда, укрывание меча. Это ставить заслон. Давай. Все. Значит, здесь буквально игрок на мече справляется. Тут, конечно, в начальной подготовке мы можем и позволить чуть-чуть контакт больше, фаул каждый раз, а потом уже будем очистить эти вещи именно на правильную работу. Рук, ног, чтобы не фалили. Значит, это высокий. Если игрок, предположим, опять мы говорим сейчас, значит, всю нашу игру пик-н-ролл мы должны строить из-за того, с кем играем в защите и кто в нападении. Предположим, этот игрок не бросает так супер после пик-н-ролла. Мы можем рискнуть доль секунды, чтобы он справлялся сам. Мы не помогаем ему много, но зато он очень хороший, который проходит. Поэтому мы будем его ждать сюда широко. Он идет. И пока он не восстановит позицию, мы потихонечку возвращаемся назад и смотрим периферически своего игрока. Значит, встаем у линии с игрока, который поставил заслон. Там небольшая помощь будет, но она не будет большая, потому что нам нужно все равно, это мы говорим сейчас 2 на 2. Если в коем случае игрок начинает и нас обигрывает, чуть-чуть опаздываю, стави заслон, пожалуйста. Стави заслон. И если он опаздывает, я уже здесь, но он разогнался и заходит в эту трассекунду зону. Это наш сигнал, что это автоматически смена. Значит, он пошел сюда, больше сейчас нас двое здесь нечего ловить, потому что там будет все равно преимущество. Твоя задача, вернитесь назад. Значит, ты идешь, борешься за проход, пробивая, пробивая. Вижу, оп, и сразу ты уже должен быть чуть-чуть ниже или уже падаешь глубоко за накидку. Я в последний момент, значит, я вижу свитч, 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 и сразу иду, отсекаю этого человека. Значит, сразу поставляю ноги и отсекаю, чтобы он даже на подбор не смогел пойти. Значит, это предположим наш принцип. Зашел мяч в трассекундную зону, один удар, сразу мы автоматом меняемся на этого. Давай. Свитч. Да, неплохо. Там будет тоже отсюда, если будет игрок за пикеролом, он будет здесь тебе помогать, но твоя ответственность за этого игрока на данный момент. Давай. 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 Давайте, давайте еще раз. Ваша группа сделает. Разница. Поменяйте нападение, защита. На ногах сели, сели. Заслон, 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 заслон. Не открывай. Значит, ты сразу открываешь одну ногу. Значит, у тебя будет реально параллельная стойка. Не идешь в боковое движение, потому что это буквально то, что он хочет. Не стучи мячом, пожалуйста. Или седи там и не работай больше. Хорошо, спасибо. Значит, если он, то, что сказали, он удар в сторону, если я пойду сюда, посмотрите, сколько разрыв с игроком, который падает. Значит, я должен держать линию здесь. Он в сторону, я назад. Я назад. А его задача догонять. Там будет еще один игрок, предположим, который будет чуть-чуть выковать и вернуться, но задача, опять, все идет на того, если мы хорошо работаем на мяче, у нас будет больше вероятности качественно сделать защиту на пик-н-роле. Давай. Сейчас еще один вид, он актуально, опять то же самое, 2 на 2. Когда игрок, предположим, ситуация аут-пик-н-роле или хорнс, там рога, не важно. Играй, ставь заслон, ставь заслон. И сейчас, это человек, который будет идти там на поп. Давай отсюда лучше, не важно, что будет. Не важно позиция, но чисто пример. Ближе, ближе, ближе здесь. Как рога, то, что работали сначала. Ближе. Значит, в этом виде защиты. Я заступаю два шага агрессивно. Ты идешь понизу под меня, а ты идешь туда. И я возвращаюсь с поднятыми руками по линии передачи. Если ты ушел туда, я по твоей линии, значит, возвращаюсь здесь. И реально там очень тяжело так отдать легкую передачу. Если там будет еще и со стороны помощи чуть-чуть человек подтягиваться, у нас будет вариант. Значит, мы останавливаем. Еще раз, давайте. Значит, я заступил. И сейчас, если даже ты восстанавливаешься, тут возвращайся по линии передачи. Называем это show high, stay high. Значит, показываешь там высоко и возвращаешься по линии передачи. Остается. Значит, когда будут два на два хорс, тут покажем тоже варианты еще пару защит и взаимодействия трех игроков. Давайте. Давай, давай, давай. За слон, за слон, за слон. Это... Стоп. Это то, что нам не нужно. Если ты ему позволил, уйти от этой линии. Давай встань ты на линию. Мне важно сейчас, как сказать. Вам нужно понимание, что реально нужно жестко заставить, заступить и пойти в это движение. В это движение. Чтобы вообще не было шанса туда. И сейчас он пробивает меня. Это его ждет. Я возвращаюсь по линии передачи этому человеку. Немножко, если он делает это, я чуть-чуть опускаюсь ниже. Там будет вариант. Если он это видит и начинает ломить к кольцу, там поменяемся с другим человеком, который его ждет. Значит, надо бояться того, что он пойдет к кольцу. Там будет командная защита. Давай. Хорошо, неплохо, неплохо. Еще один вид. Это тоже агрессивный трап. Значит, можем... Здесь на 45, на центральную, неважно. Я разделил это на две вещи. На 10 назад. Значит, у нас есть возможность, предположим, как и на древней. Игрок не делает дриблинг. Значит, у него есть дриблинг, он держит мяч. Это игрок. Я его бомбанул. Бомбанул. И он все равно идет на заслон. Я его выгнал туда. И в этот момент я иду вдвоем. Это как сюрприз. Такой тоже защита. Его оставляем. Его задача остаться здесь и лечить внизу. Это мы потом, когда дойдем 5 на 5, мы этот вопрос будем решать. Сейчас он остается здесь. Значит, наша задача. Бамб. Идешь, идешь. И последние два шага. Спринт, спринт. Типа он идет. А я. Хоп. Два. Наша задача. Поставить ноги 90 градусов друг от друга, чтобы он между нами не пришел. Все проходы в ширину, то есть дриблинг здесь, который, если он начнет дриблинг, давай дриблинг, я здесь закрываю, он идет, отвечает за глубину. Все движения, которые идут ко кольцу, то есть ко средине, мы позволяем, все движения, которые в боковую линию, позволяем. Значит, игрок на мяче отвечает за проход в глубину, в сторону лицевой линии, а игрок, который пришел на сдваивание, отвечает за проход в ширину, в средину. Давай, пробуем. Да, 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 да. И активно. Не отступай. Он насколько агрессивный работает сейчас. А ты на мяче должен его давить туда, если он пошел в эту сторону. Будет вопрос, сколько стоим в этом дабл-тиме. Мы решили вопрос сразу пик-н-ролла. Не было преимущества 2 на 1 за дриблера. Мое понимание, я предпочитаю оставаться до момента, пока он не выкинет передачу. Некоторые тренеры сделали, он сделал один удар пассивный назад. Это уже сигнал возвращаться спринтом и искать свободного игрока. Это уже ваше, как сказать, подпочитание, как вы считаете, нужно. Значит, я, если играю агрессивно, я люблю, чтобы этот игрок остался до конца. Дабл-тим, ротацию мы сделаем потом, и будет последний игрок только, который получит передачу. Очень мало игроков качественных на уровне Евролиги, которые оттуда видят такую передачу и могут ее дать. Ямантидиста досить или там, я не знаю, кто еще могли. А так на этом он будет стоять и искать другого. Там будем делать агрессивное заполучение. Давайте еще раз. И тоже вариант, делаем дриблинг, делаем дриблинг, тоже самое, он поставил заслон, он поставил заслон, но мы здесь идем в дабл-тим. Значит, трап, red, red, красный, как хотите, можем назвать это все. Я специально, чтобы не путать сейчас с этим названием, то это каждый тренер для себя выбирает, что ему удобно. Значит, заслон, заслон, один бамп, второй бамп и идем трап. Давай. А, отлично, отлично. Значит, играешь агрессивно, бум-бум-бум, руки работают на все. Последний вариант тоже на сайт, то, что работали Айс. Направление пуш-даун или направляемую к лицевой линии. Значит, ты стоишь в защитной стойке, тут работают руки, все, не трогай ты рукой. Ты делаешь дриблинг, делаешь дриблинг, заморачиваешься сюда, и здесь приходит заслон. Заслон, ты что будешь делать? Подожди, направляем его к середину, значит, в лицевую линию. Помнишь, я делаю, и там идет заслон, хочет меня поставить. Да я, оп, отпрыгиваю, атакую здесь. Значит, это один, еще один вид защиты. Сейчас два на два. Ответственности разделяем сразу. Значит, все, что касается прохода туда, отвечая игрок, который идет и заступает, предположим. Нет, который играет на мяче, ты сразу становишься здесь. Значит, ему подсказали, играем его. Дай, иди сюда. Ты там нас. Играем его. Бам, айс, айс, оп, оп. И сейчас, все, что проходит к кольцу и туда, я отвечаю, ты душишь и дальше на его. Но параллельно, 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 чтобы у нас в итоге получилось все это, когда будет, что он не может прийти между нами. Если ты откроешь чуть-чуть, я должен закрыть им и посмотреть, сколько ему пространства даем. Если ты станешь параллельно, и я здесь, он практически может двигаться только к боковой линии или двигаться назад. Поэтому давайте сделайте это. То же самое, ты сейчас отпрыгни туда и все. Ты попробуй дать передачу, не важно. Давай. Хорошо. Еще больше. Нельзя пройти внутри. Значит, твоя ответственность, глубина. То же ширина. Если он пойдет туда, мы проиграли эту защиту. Значит, и... Не помню, в каком году в Локомотиве. Я считал, за весь сезон там основная защита наша была на сайте такая. И реально только 30% мы успели направить игроков в лицевую линию. Две трети пикерола они все равно пробили туда. Поэтому, если это играется, такой вид защиты, значит, тут четко правила, дисциплина. По какой цене ты не должен разрешить проход в середину. Потому что игрок защитник стоит здесь. Играй туда. Я играю в защиту. Давай, давай. Стоп. Подпрыгни, да. До момента, когда начинается заслон, ты сразу отпрыгиваешь, держишь дистанцию. И сейчас посмотри, он здесь не может ставить заслон. Значит, он может ставить заслон такой здесь. И сейчас получится то, что мы работали в сплит. Тогда ты пробиваешь и играешь как флет. И тоже один из продолжений. Но сейчас мы говорим про именно обучение, что ты должен... Говори заслон. Папа, отпрыгни сразу здесь и дистанцию. И не даешь. Не даешь. Идешь наверх максимально, сколько можешь, не позволить ему... Заход в середину. Давай. Давайте, пробуйте. Давай, давай. Отпрыгни. До, 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 молодец. Ты стоишь сюда. Значит, это вид защиты, где мы направляем вниз. Предположим, там пять, не важно, как хочешь. Значит, кто играет снизу, снизу, снизу. Будет сверху, когда в транзиции реально играет такой. Значит, ты снизу здесь, ставишь заслон и сразу идешь сюда. Значит, можем прийти очень близко. Вообще ему не дать шансу здесь. Можем ждать чуть-чуть глубже. Это все зависит от тактики этого игрока. Насколько он способен атаковать. Или чтобы ему не дали проход, мы идем чуть-чуть выше. Давай. Но вы не смотрели, что они делали. Мы сейчас играем еще новую варианту. Направить вниз. Давай. Значит, ты сразу иди в корнер. Да, 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 да. Хорошо. Давайте вернемся на центр. Три на три. Давайте еще большие. Два больших. Давай, встань здесь. Значит, у нас с этим закончим три на три. Три варианта тоже здесь. Игрок с пятым номером. Мы можем играть флет. Значит, пассивную здесь. Пассивную защиту. Ты успеваешь, значит, на этот тип пробиваешь. Значит, всегда, когда играем в защиту такую, где я играю чуть-чуть пассивную, на мяче мы идем по верху. Твоя задача сразу вернуться назад, чуть-чуть сместиться, но не помогаем. Потому что играем в флет. Я со своим возвращаюсь назад. Ты, если это шутер, идешь со своим там на бросок. Второе. Второе. Мы сейчас можем сделать такую вещь. Ты заступаешь. Ставишь заслон. Ставишь заслон. Хоп. Падаешь. Кто играет в защиту? Берет этого человека. Ты идешь по низу своего. Значит, идешь как третий. Первый, второй, третий. Когда ты пробиваешь свой заслон, а идешь по низу своего, это, так можно сказать, как третий по низу. И ты возвращаешься со своим игроком туда. Ты берешь, провалишься внизу. Это одна из вариантов. Пробуйте. Быстрее ты, быстрее справляйся на мяча. Еще раз. Хорошо. И последний вариант. Меняем все. Значит, ты как пятый берешь игрока с мячом. Кто проваливается, берет с этой стороны большой, а маленький берет четвертого. Значит, это три человека меняются, остальные не страхуют. Значит, это опять одна из вариантов. Все эти виды защиты они имеют, если мы готовимся к сопернику, мы можем выбирать из всего этого то, что нам нужно. Потому что, если здесь шутер, и туда шутер, бывает много случаев, когда это делает ролл, это играет с ним очень динай, а он отсюда, бум, туда в корнер, и оттуда треха. Значит, они спровоцировали хорс, рога, а игрок получил треху. Если мы не хотим страховать от этих игроков с периметра, очень много, один из видов это. Давай. Хорошо. Давайте еще двое. Хорошо. Стань большой, стань здесь внизу, иди туда на 45. Андрюха, давай, оставайся, пожалуйста. Стань здесь один, там за пикенролом, возьми мяч. Ты туда в корнер, вас двое в корнер. Потихонечку идем более такой. Значит, я постарался, может быть, немножко и скучно, быстро, я не знаю, но попробовали много вещей, много кусков обработать. До этого, как мы начнем защищать и уже делать ротацию здесь. Просто обозначаем. Значит, у нас будет две варианта, сейчас. И мы можем это определить. Заслон на игрока с мячом, когда за пикенролом один игрок, встань в корнер. Встань в корнер. 45 в корнер, и вы там на лицевую буквально. Значит, в эту сторону, когда идем внутри, за пикенролом один человек. Обычно это все комбинации, которые строятся, это лучший снайпер, от кого будет тяжело страховать и где мы можем довести мяч до него. Если они определяются страховать, там будет открытый бросок. Такую, предположим, расстановку. Я не знаю, да, мы сейчас работаем с малышами, юниорами, детьми, но реально нужно понимать, почему мы ставим у одного человека в защиту. Если это игрок, который с мячом имеет хороший проход, мы строимся. Для него будет здесь сейчас тяжело проходить, потому что шесть человека и защитник еще один. Там будет тяжело страховать от этого человека. Когда развернемся на другую сторону и отсюда начинаем, сейчас будет проще помогать от двоих, которые за пик-н-роллом, но будет больше пространства для обыгрыша здесь. Значит, вы играете одно и то же. Делаешь, ставишь заслон здесь, падаешь до лицевую, до кольцо, опять ставишь заслон, опять три раза и останавливаемся. Задача тренера здесь сыграть пик-н-ролл, посмотреть, сейчас мы объясним этому человеку, что он будет делать, поставить заслон, предположим, защитник заступает, заступает, все, они прошли, я задриваю здесь, ты сразу чуть-чуть тут заполучение, ты смещаешься, ты внутри. Я разворачиваюсь в другую сторону, вы тоже самое, опять заступаем, заступаем, оп, и сейчас мы дойдем до этого, кто помогает. Давайте, встанете на пик-н-ролл наверху. Если, помните, по-моему, я сказал, защита на пик-н-ролле очень важно смещение игроков, и сейчас реально мало случается, мало бывают такие случаи, когда игрок поставил заслон, сразу ему накинули, забили сверху, или заслон получил, пошел до конца, лей-ап, там, забили. Значит, реально защита работает намного агрессивнее, намного лучше. Если мы такую команду обиграем, то есть нету неостанавливаемого мяча, мы можем обиграть любым способом, не надо ничего много тренировать, но есть команды, которые страхуют. Сейчас я скажу опять мое мнение, если будут вопросы, спрашивайте. Значит, в момент, значит, мяч здесь, я не буду обсуждать, кто-то играет за получение агрессивно, смотрит такое, защищает бэкдор таким образом, если проход он открывается здесь, помогает этой рукой, опять возвращается сюда. Я предпочитаю тоже такую игру в каких-то случаях. Есть варианты, и мы в сборную так играли, рисковали, то есть специально направляли, что здесь в открытую стойку, значит, я показываю человеку, иди играй защиту ему. Я показываю, там, ты уже открыл, да, стоп, значит, я не стою за этим человеком, я не стою, значит, я показываю ему, что здесь коридор закрыт, но на любую передачу я готов одним шагом сделать клоуз-аут. Значит, в ситуации, когда я здесь стою, это движение, и там начинается пик-н-ролл, ты качнул его здесь, пик-н-ролл пришел, стоп, значит, в момент, когда начинается игра, я должен еще здесь появиться, значит, одной ногой наступить на это и показать ему, что здесь я страхую. Там последний помогает подтягиваться, это стоит между двоих, не будем ошибаться, там будет дина или это другая тема. В момент, если он поднимается, я уже успеваю с ним. Моя идея, чтобы не было этого, я стою здесь, сыграйте пик-н-ролл, падай внизу, а я пошел здесь, типа, бомбановать, а потом идти туда и делай двойное движение, то есть, я пошел внутри, типа, показать здесь, а потом возвращаюсь сюда. Нет. До момента начала пик-н-ролла, заново, или хайда, я уже показываю здесь себя, и сейчас смотрю, передача, я сюда, оп, и уже с мячом прихожу на клоуз-аут. Все защиты падают на пик-н-ролл, падают, если правильно выражаюсь, падают на клоуз-аут. Значит, нету такого, что сейчас пришли, сразу данк внутри, передача, значит, движение мяча и на клоуз-аут. Насколько мы можем качественно играть игру клоуз-аута, настолько будет крепкая наша защита. Значит, чтобы здесь мы не провалились, чтобы не было броска, но идея показать быстро внутри. То же самое, в другую сторону пошли, или ставите заслон. Давай, давай, Сейчас, не, 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 в другую сторону. Ты в корнер. Значит, то же самое, мы здесь, ничего бы не поменяли тогда. Значит, у нас сейчас пик-н-ролл туда, а за пик-н-роллом два человека. Значит, там есть игрок, который, иди, играй защиту на свою, пусти тренера сам, пускай будет. Иди там, там, со своим. Да. И сейчас у нас здесь, предположим, 45, там играем заслон. Я тоже объясню две варианта помощи. Опять, кто как предпочитает или как ему удобно. В зависимости от пространства. Если это игрок на уровне штрафной линии, он может сместиться ближе и в момент, когда будет там пик-н-ролл или хай, неважно, давай центральный пик-н-ролл, значит, он может сместиться здесь и типа помочь, и опять, но эта позиция, значит, на его первый удар туда, когда он играет, я уже отпрыгиваю здесь. И когда он играет дальше, если дает передачу туда, я сразу с ним возвращаюсь здесь, стою в баскетбольную стойку, значит, это одна варианта помощи с первой линии защиты, и вторая варианта, предположим, он экстремно хороший шутер, и не надо от него уходить, он будет чуть-чуть смещаться внизу, а будем ему помогать последнего человека, который в момент, когда играем в пик-н-ролл, он смотрит, и на это движение поставляется за фол нападение, останавливает этого, а этот игрок, если передача пошла в корнер, делает x-switch, ты идешь на его, а я возвращаюсь на этого человека, значит, если я глубоко помогаю, ты делаешь спринт туда, а ты идешь спринт туда, пробуйте три раза там, три раза в другую сторону, давай, заступ, заступ, бум, давай, двигай мяч, двигай мяч, дальше, дай тренеру, переведи мяч в другую сторону, дриблингов, а где защитник, ты идешь, ставишь заслон и падаешь здесь, ты переходишь три раза с одной стороны в другой, чтобы смещались и понимали, кто помогает на пикировке, разговор, я помогу, я помогу, я последний, давай, чуть-чуть надо разговаривать, давай, давай, поменяйте роль, давайте защита нападений, хорошо, хорошо, чуть-чуть, он падает и смещается с ним, значит, когда заступаем, у нас должна быть побольше помощи за слабой стороны, когда играем в флет, у нас должна быть меньше помощи, значит, сейчас добавляем еще двое, давайте, пять на пять, давай, 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 центральный, дай мяч, да, чуть-чуть пешком пройдем, да, ничего страшного, значит, встань здесь, большие, ставь за слон здесь, значит, если, если играем в такую ситуацию заступ, короткий, короткий заступ, ты пробиваешь, ты играешь ближе к мячу, значит, ты стоишь в неправильную позицию, чуть-чуть ближе к мячу и последний, последний страхует, если наоборот в другую сторону, значит, ты помогаешь, сейчас ты еще можешь глубже, ты между двоих, это уже прошли, если играем в флет, давай, вернись назад на штрафную линию, значит, в эту ситуацию ставить за слон с этой стороны, окей, ты пробиваешь на штрафную линию, значит, ты уже в первом варианте, стойка, руки, но не тут, где мяч находится, мяч находится здесь, и ты играешь в эту позицию, останавливаешься здесь и возвращаешься со своим, в такой ситуации, подожди, значит, это вид защиты, где тебе не нужно помогать, потому что сейчас нету агрессивного заступа, и знаешь, что будет? он ставит за слон, а ты пассивно внутри, ты уже ролл, а если ты помогаешь, там идет открытый бросок, значит, нету заступа, нету агрессии на мяче, и эта передача может пройти, поэтому ты, то есть, сейчас края чуть-чуть больше смещаются, фейкуют, но готовы выйти на клоузаут со своим игроком, потому что, если ты пойдешь внутри, там будет открытый бросок, давайте, пробуйте один раз, да, да, успевай, это уже отличная защита, значит, ты в момент получения мяча, ты уже бил фоп, только лучшую стойку сделаешь, значит, то же самое, если играем, например, такие виды защиты, как андер, он тоже провоцирует этих игроков, но с края мы не помогаем очень много, потому что они идут, значит, первый идет по низу, второй, значит, ты со своим, давай ставишь заслон, пробивай, по низу, по низу, карта, давай вернись, по низу, под заслон, андер, значит, андер, ты сюда, ты что делаешь в таких ситуациях? Сразу вернись, значит, то, что мы говорили, давай заново, значит, ты ставишь заслон, он пошел по низу, хоп, и сразу здесь разворачивайся в другую сторону, а ты не идешь там на боковую линию, но посмотри медленно, то будем с этого, значит, он пошел по низу, ты показался здесь, посмотри, оп, если он не активен и не пробивает правой ногой у тебя и пробивает этот заслон, он застрянет, и ты отсюда будешь бросать, или будем провоцировать защиту туда, меняться, пас, экстра пас, и будет открытый бросок, значит, чисто говорю, что в таких ситуациях мы играем туда между собой, на второй пик-н-ролл заступ агрессивней, и тогда уже ты показываешься сюда внутри со своим, ты помогаешь со своим, и закрываем, давай, пробуйте сыграть один раз, понизу, оп, второй заслон агрессивней, значит, это первый раз заступаем, то есть, первый раз он идет ангер, а второй раз уже заслон, 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 стави заслон, стави заслон, оп, сразу, бум, хорошо, значит, бывают такие тактические замысы, где зараньше знаем комбинацию, и первый вход идет в эту сторону, за пик-н-роллом, и наш систем защиты типа агрессивно заступать, но все равно, все равно мы хотим, чтобы, когда уже финально второй пик-н-ролл, чтобы у нас было два человека за пик-н-роллом, и мы специально провоцируем, значит, здесь, отсюда играешь, ты идешь понизу, 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 послушаем, давай иди сюда, если не хочешь, думай, значит, мы тоже самое, ничего, первый заслон идет, понизу, второй заслон пробивает, а ты заступаешь, а ты заступаешь, но у тебя сейчас сильная сторона, ты не идешь внутри, ты на первый пик-н-ролл появился здесь, ты уже стоишь внутри, они пошли, он поворачивается, ты уже со своим туда, последний человек помогает, и смещайся здесь, тоже подключиться чуть-чуть, значит, в эту ситуацию, давай сделаем, перерыв будем делать, хорошо, хорошо, давайте тогда сделаем чуть-чуть перерыв, и потом еще 15 минут поставим то, что сказал, несколько вариантов защиты, где реально можем что-то подчеркнуть, спасибо, ребята, отдохните чуть-чуть, если есть вопросов, опять, ничего нового, скорее всего, вы не увидели, я чисто постарался, как, как мое мнение, как построить это от простого к сложному, чтобы сразу не поставили пять человек и показали этот вариант, потому что это всем более известно, а уже подготовить игроков, то есть, если мы сейчас говорим о ребятах, 13, 14, 15 лет, мы их потихонечку готовим подводящими упражнениями, один на один, пробиваем, все-все-все, заступают, они делают какие-то, и когда уже играем командную защиту, мы можем уже требовать от них все эти детали, потому что мы это прошли через, так скажем, 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4, и когда приходим 5 на 5, это должно быть уже более качественно.